МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чём расскажем. Горячие зимние каникулы. Увеличилось количество ДТП. Их стало 10. Это больше, чем в обычные дни. Пожары, грабежи и аварии. Какими случаями запомнился 20-й экстренным службам? Узнала Зарина Ахметова. Сохраняя исторический облик. Мы увидели то, что часть элементов была утрачена. Когда откроется обновлённый ДК Саид Галеева, расскажет Рамиль Галиулян. Скользкие возможности. Минимум жира, там 2-3 процента. И очень богатый белком. Виноградных улиток внесли в перчин сельскохозяйственных видов деятельности. Могут ли в Татарстане моллюски стать полноценным фермерским товаром? Выяснял Рамиль Шайдулин. Они не стали ждать настоящих морозов. Заряд бодрости такой. Это непередаваемо. Это надо самому испытать. Как черемшанские моржи призывают зиму, увидела Филюза Хамедулина. Инстаграм-аккаунт Рустава Миниханова стал одним из самых живых. Таковы данные Центра социальных инноваций «Чёрный Куб». Он проанализировал активность и эффективность всех руководителей регионов страны в социальных сетях. И страничка в Инстаграм президента Татарстана набрала 13 600 баллов. Это второе место в рейтинге. При анализе учитывались лайки и живые комментарии. Возглавил рейтинг глава Чечни Рамзан Кадыров третье же место у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сегодня первый рабочий день после новогодних каникул. Экстренные службы подводят итоги самых длинных выходных в году. Пога одни веселились на ёлке, другие тушили пожары, кого-то ограбили, кто-то потерял ребёнка. Как показывает постновогодняя статистика, праздники прошли как никогда напряжённо. Сбоем курантов у спасателей не только наступил Новый год, но и поступил первый горячий вызов. Пожар на Адарацкого. Вот во что превратилась квартира после того, как во дворе запустили салют. Залп разбил окно и взорвался дома. Всего травмы от петард и салютов за время каникул получили 14 человек. Травмы различной степени стяжести от ушибов, рваной раны, а также ожоги. При этом следует отметить, что из 14 травмирных четверо несовершеннолетние дети. 87 пожаров потушили спасатели за 8 дней 2020-го. В среднем в сутки 10 случаев. Огонь унёс жизни 8 татарстанцев. Эти каникулы спасатели назвали горячими. Тефечер Смирнов, 95. Внезапные заболевания, несчастные случаи, летальные исходы. 12 тысяч раз в скорую позвонили казанцы за 8 дней нового года. Это на 900 вызовов больше, чем в прошлом году. Следует обратить внимание, например, на 31 декабря увеличилось количество ДТП. Их стало 10. Это больше, чем в обычные дни. И было зарегистрировано 7 ножевых ранений. Эти каникулы врачи провели на выездах и спокойными их не называют. Этот Новый год многие водители запомнят не только как добрый светлый праздник. Об этом говорит статистика. Только в Казани произошло около 800 ДТП, где пострадали 25 человек. Одна из аварий произошла здесь, в самом центре города. В больницу отправили 4-летнюю девочку. 3 января в Чистопольском районе после столкновения с Шевролей и Шкодой погибли сразу 3 человека. Ещё один человек погиб на следующий день в Бугульме. Там лоб в лоб столкнулись две лады. В начале недели под Альметьевском КАМАЗ вылетел с дороги и упал в реку. 48-летний водитель скончался на месте. За время каникул на дорогах Татарстана мы потеряли 11 человек. Более 300 тысяч человек гуляли в новогодние праздники на республиканских ёлках. За порядком на улицах следили почти 2500 полицейских и росгвардейцы. Принятыми мерами нарушение правопорядка и общественной безопасности при проведении мероприятий не допущено. Не обошлось Новый год и без маленьких чудес. На центральной ёлке военнослужащие Руфат и Роман помогли шестилетнему мальчику, который потерял маму. Проводили мальчика в опорный пункт полиции, находящийся на территории ёлки. И по громкоговорителю были объявлены приметы мальчика. После того, как мы объявили имя мальчика по громкоговорителю, к нам подошла его мама. Мы тут же отвели её в опорный пункт полиции, после чего состоялась встреча матери с ребёнком. Праздники позади, но расслабляться им некогда. Впереди ещё 356 дней Нового года. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Если экстренные службы Татарстана сработали на пять с плюсом, то вот аварийные подкачали потопом у жителей деревни Малый Бакрча, Пастовского района, ознаменовались новогодние праздники. Под водой оказались погреба и весь урожай. Как нам рассказали, в ноябре на улице начали прокладывать новую трубу, но работы не завершили. Нужен был трактор. К нам на Новый год гости приехали, говорят, у вас полы холодные. Открываем пол, а там воды полно, картошка вся под водой. Дом поднимет сейчас вот этот лед и дальше что? На сегодня проблема то, что картошка осталась под водой, это не страшно. Знаете, можно картошку пойти купить, а дальше что будет? Это сообщение мы получили по WhatsApp. Напомним, его номер 8-987-420-0101. Сообщение принимаем круглосуточно. Ваши новости, фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. У медиков в эти дни работы тоже прибавилось. Гигантские тромбы с сердца пенсионерки извлекли челнинские хирурги. 67-летнюю женщину с инфарктом миокарда госпитализировали в БСМП Автограда. Как показало УЗИ, сгусток крови добрался до сердца. Как прошла уникальная операция и как сейчас себя чувствует челнинка, узнал Дмитрий Аринин. У меня началось в сентябре отдышка сильная. Два шага пройду, я задыхаюсь. Дело дошло до того, что Фатима Катунова оказалась в больнице. Бабушку проверили, стало ясно, с сердцем дело не чисто. В нем застрял огромный тромб, который, как выяснили, оторвался от вены голени. Встал вопрос об операции. Вы согласны? Я говорю, а у меня есть выход. Или я буду идти, упаду, умру. Или какой исход после операции, разницы нет. Такой случай даже опытные кардиохирурги видели впервые. Операцию решили делать на бьющемся сердце. Хирурги работали около трех часов. В итоге тромб длиной в несколько сантиметров удалось благополучно извлечь. Тромб, который застрял в перегородке межпредсердной у данной пациентки, да, случаются, но случаи описаны буквально в единичных экземплярах. И можно отследить это в мировой литературе. Как отмечают медики, все симптомы, которые беспокоили пациентку, после операции ушли. Еще лет пять назад сложно было представить, да, возможность выполнения в нашем городе операции такого. Пенсионерку уже выпустили из больницы. Она благодарна врачам за свой второй день рождения. Дай Богу ему здоровья. Он мне тромб этот вытащил, второй день рождения подарил. Дмитрий Аринин, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. К другим темам. Он назван в честь первого руководителя ТАССР. В его библиотеке собраны уникальные экземпляры произведений Гоголя, Горького и Бианки. Речь о ДК Саид Галеева. В Казани началась его реконструкция. В здании сталинской эпохи капремонт проводится впервые. Мы увидели то, что часть элементов была утрачена. И главной задачей для строителей являлось сохранить то, что имеется. Шов ко шву, кирпич кирпичу. Сейчас в ДК имени Саид Галеева самый разгар работы. Уже к лету его хотят открыть. По словам строителей, основное сохранить узнаваемый советский стиль. Главной задачей стояло это вовремя подать тепло в здание, для того, чтобы сохранить климат в здании для выполнения реставрационных работ. Особое внимание светильникам и люстрам. Те, что сохранились, вывезли. Испорченные фрагменты заменят на новые. В то же время вручную приводят в порядок поврежденные элементы декора. Заливаем, соответственно, потом у нас получается вот такая заготовочка, которая шлифуется и в конечном счете отрезается нужными кусочками и вставляется в поврежденные места. Строительные леса появились здесь прошлым летом. На капремонт почти 600 миллионов рублей из бюджета республики. В обновленном здании впервые появится кинотеатр. Он будет расположен в этом малом зале. Одновременно смотреть фильмы здесь могут 120 человек. ДК «Саид Галиев» построен еще в 1959 году. Он вновь выявленный объект культурного наследия сталинской эпохи. Назван в честь Сахибгарея Саид Галиева, первого председателя Ревкома ТАССР. Еще в год создания самой ТАССР. Он нес свою лепту в становление нашей государственности. В обновленном здании время могут провести люди разных возрастных категорий. Тут будет большой вместительный зал на 550 мест. Для детей будут хореографические залы. Программа реконструкции городских дворцов культуры стартовала в 2015 году. Помимо ДК «Саид Галиева», в нее вошли культурные центры железнодорожников, Сайдаш и Чулпан. Рамиль Галиульнер, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Московские стрит-ритейлеры продают в Казани дом купца Маркова за четверть миллиарда. Все подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Из брюхоногих моллюсков в элитные продукты. Татарстанские фермеры могут начать разводить улиток, и на это будут выдаваться гранты. Речь о виноградных улитках. Минсельхоз России включил их в разведение, в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Напомним, сделать это поручил Владимир Путин. Готовы ли их разводить в Татарстане, выяснял Рамиль Шайдулин. Год назад мы их начали разводить, причем достаточно успешно, но остались у нас только две. Остальные несколько сотен моллюсков ушли по друзьям Оксаны Семеновой или знакомым в сети. Это около трех кладок, которые ее любимцы, домашние улитки-охотины, без проблем сделали только в прошлом году. Несмотря на то, что улитки родом из экзотических стран, по-моему, наш климат им тоже подходит, они достаточно неприхотливые. Главное соблюдать температурный режим. Улитки одно из самых популярных блюд нашего ресторана, и сейчас я вам покажу, как их готовить правильно. А вот здесь температура куда выше, но и улитки другие. В одном из казанских ресторанов французской кухни готовят виноградных улиток. Во-первых, это деликатес. То есть у нас не привыкли к такой еде, поэтому все хотят попробовать. Ценность улиток в чем? То, что минимум жира, там 2-3%, и очень богатый белком. А вот так выглядит то, за что бьются элитные рестораны французской кухни, те самые богатые белком виноградные улитки. Чаще всего вот в таком виде они приходят из-за рубежа. Конкретно эти выросли во Франции, еще их привозят из Греции и других стран Европы. Те, кто пытается вырастить сам, сталкиваются с проблемой. Улитки не хотят размножаться. Мы хотели добиться размножения, конечно, виноградных улиток, но вот прошло 3 года, и им что-то не понравилось. То есть размножения у нас не получилось. Однако выяснилось, что если создать особые условия, то поголовье улиток идет в гору. Об этом российские фермеры сообщили Владимиру Путину. Улитки – это хороший, очень питательный, биологический продукт. Самый сильный афродезиак в мире. Какой? Афродезиак. Мы поможем народности. Мужики, мы слышали, мужики, да? Все на улиток. И решим заодно демографическую проблему. Президент страны поручил включить улиток в перечень видов сельхоздеятельности. А это значит, что по всей России их можно начать разводить, получая субсидии и гранты. В южных регионах нашей страны это все возможно. Но возможно и у нас. Но для этого необходимо создать условия для этих улиток. Возможно, в теплицах будет. Возможно, в других местах. Однако, как говорят в сельхозе республики, пока желающих не было, ни один татарстанский фермер не подал заявки на разведение. Может, для улиток пока слишком холодно, а может, фермеры только изучают новую для себя живность. Рамиль Шайдуль, Ншад Мухаммедов, ТНВ, Казань. Всей семьей попали в страшную аварию по дороге домой из Болгар в Казань. Машина, где были пять человек, вылетела в кювет и врезалась в бетонную плиту. Один человек погиб, остальные с тяжелыми травмами. Межуевы уже перенесли множество операций, но на длительную реабилитацию не хватает средств. На протяжении сюжета вы увидите номер телефона, к которому прикреплена банковская карта. Передвигается Нинель Межуева пока только на костылях. Ее мама, Алия Алешкина, сейчас постоянно в корсете. Маленькому Роме без костылей тоже не обойтись. Ноги не работают у нее. Делаю массаж. У мужа Нинель Виталия повреждены органы. Он не может ходить. Ее сестра Светлана погибла в аварии. В сентябре 2019 года всей семьей они возвращались из Болгар в Казань. И машина вылетела в Кювет. Следствие идет, экспертиза. Как бы сами не знаем, что случилось. Она съехала в Кювет и вот в бетонную стену въехала. Останавливались люди, которые, видимо, нас тут увидели. Вытаскивали по очереди. Вызвали скорую. Десятки травм, переломов и множество перенесенных операций. У меня сломаны обе ноги, лопатка, позвоночник, ребра, ну, с этой стороны все и грудная клетка пополам сломана. У ребенка вырезали селезенку. Обе ножки тоже сломаны. Сейчас всей семье предстоит длительная реабилитация. Деньги нужны не только на лечение, но и на обычные нужды. Еду живет семья только на пенсию мамы Нинель. Мужу пришлось уволиться, чтобы меня, как бы, это помогать мне. Я сама не могу, не самостоятельно. Просим, как бы, добрых людей помочь нам хотя бы на лечение вот такие лекарства покупать. Помочь можно, отправив любую сумму реквизита на экране. Напомним, благодаря нашим телезрителям удалось собрать деньги для Марата Сайдашева. Ульгина Сафина из Челнов сейчас на лечении в Греции. Теперь помощь нужна семье Межуевых. Вероника Гайнудинова и Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Двойной хэт-трик команды КАМАЗ-Мастер на Дакаре. Два последних этапа завершились абсолютным триумфом Синяя Армада. Татарстанские экипажи прибавляют на трассе, но техника не всегда выдерживает нагрузок пустынь Саудовской Аравии. Каким трудом даются драгоценные секунды, узнал Алмаз Гафиатов. Главное оружие КАМАЗовцев риск и надежная техника. Команды всегда стараются ехать на большой скорости. Да, возможно, автомобили ставятся под угрозу, но по-другому ралли не выиграешь. Порой приходится не сбрасываться, добавлять. Благо, организмы терпят, благо, экипажи у нас хорошо подготовлены, автомобили хорошо подготовлены, и где-то идешь осознанно на риск, понимая, что, да, автомобилю тяжело придется, но он выдержит, довезет до финиша. Неожиданная ситуация произошла с Эдуардом Николаевым. Грузовик пятикратного победителя Дакара встал из-за проблем с двигателем. Ну, как тяжелый. Если на результат смотреть, то да, конечно, сегодня очень много камней. Такого давно я, если честно, не видел. Да, что-то они как камешки под наши колеса ровно не ложатся. После успешного для КАМАЗ-мастер четвертого этапа, когда три российских экипажа оказались на первых строчах финишного протокола, на пьедестале все те же лица. Сотников, Шибалов, Каргинов. Здорово, что таблица меняется во всех категориях каждый день. Появляется новый лидер, это интрига, это интересно болельщикам наблюдать, непредсказуемость. Что касается категории грузовиков, здесь тоже такая плотная борьба. В пятницу участников Дакара ожидает смешанный старт шестого этапа по маршруту Хаиль-Эль-Риад. Долгожданный день отдыха все ближе. Алмаз Гафиадов, ТНВ, Саудовская Аравия. И минус 10 градусов мало, подавай сразу минус 20. Селя Киреево, Черемшанского района живут любители холода. Всем селом они ныряют в прорубь. В окрестности Киреево уже прозвали село селом моржей. Сверх людей увидела Филюза Хмедульна. Раиса Квакова сторожил села Киреево. 50 лет удивляет относельчан стойкостью, в любой мороз ныряет в пруд. Говорит, ни разу своей жизни не лежала в больнице. Восемьдесят один год будет в февральмеседе. Так что и год купаюсь. Не боятся холода ее сыновья. Холод-драйвер в один голос утверждают они. Пошел с ним один раз искупался и все затянуло. И все каждую зиму вот так. Лет 25 наверное уже обливаемся, купаемся. 25 лет назад здесь основали сельский клуб моржей. С каждым годом крепнет их братство. На смену старшим приходят молодые. С детства уже не помню сколько лет было но уже давно купаюсь. Как вода? Горячая. Укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение а главное это проявление силы воли считают они и каждый выходной приходят на речку. Для них это уже своеобразная сельская традиция. Ныряли и в минус 20 нынче зима такая, что о настоящих морозах приходится только мечтать. Сперва удивлялась такой закалки соседей, теперь решила и сама попробовать. Светлана Герасимова сегодня впервые в проруби. Как вода? Хорошо. Как ощущения? Нормально. Горит все. Песни, танцы, хоровод на праздник моржей приезжают даже из соседних сел. Каждый год смотреть семьей, как они купаются, как они готовятся. Для нас очень интересно. Основывался этот праздник было мало народу, но сейчас подключается все больше и больше. Всегда у нас после купания еда горячая и чай горячий. Кстати, и уха из местной рыбы и такой необычный пир тут каждый год. Ну и частушки. На Чувашском так местные призывают настоящую зиму. Моржи ждут не дождутся крещенских морозов. Филиуза Хамедулина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Черемшанский район. На этом все. Далее о погоде и до новых встреч. Я авторный хирург клиники «Эксклюзив плюс» Рустам Тальдаев. Уже 20 лет я помогаю людям избавиться от катаракта. Автальмология «Эксклюзив плюс» 279 70 70 Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор! Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Белка новости события подробности Димаш Кудайберген «Эксклюзив плюс» Димаш Кудайберген Здравствуйте! В предстоящие сутки облачная погода сохранится, осадков станет меньше, также сохраняется повышенный температурный фон. О погоде чуть позже. В Новый год с новой кухней! Успейте заказать кухню вашей мечты в Данил Мастер с новогодней скидкой 20%. Приходите Казань улица Восстание 23 Звоните 2-167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме Бавлы Ознакаева ожидается облачная погода около 8 градусов со знаком минус. На северо-востоке Нижнекамске на Вернавчелнах Елабуге будет теплее тут минус 4 также облачно и небольшой снег. Для севера республики 10 января будет пасмурным и слабоморозным местами со снегом. На северо-западе в Арске в Кукмаре Балтасе повышенный температурный фон для этих дней января всего минус 2. На юго-западе в Болгаре в Буинске в Держаном также 2 градуса со знаком минус временами снег. В центральных районах в Чистополе Альметьевске Мамадыши пасмурная погода сохраняется минус 3 минус 5. В субботу станет чуть прохладнее не обойдется без осадков. Федеральная сеть медицинских центров Доктор Ост лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Боль в спине и суставах Доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить и лекарства, и протезы, и даже скальпель хирурга. Боевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Прямо сейчас запишитесь на прием в Доктор Ост за полцены. Мясоперерабатывающие предприятия Дуслак и Саленат производители продукции «Халяль», выпускаемой под контролем Комитета по стандарту «Халяль» Придум РТ представляют широкий выбор колбасной продукции, лесных деликатесов, полуфабрикатов «Халяль». Также представлена линейка «Эко» и «Премиум». В Казани будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ночью минус 4, днем около 2 мороза. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы 753 мм ртутного столба, влажность воздуха по-прежнему высокая 92%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах сохраняется гололедица. Будьте предельно внимательны. На этом все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.